книга открытым оком тема священства том 16 вопрос 3086 как могло случиться что православный священник отец димитрий дудко сам же сидел в сталинских лагерях и видел все своими глазами а потом открыто выступал защиту советской власти и восхвалял даже сталина отвечает игнатий тихонович лапкин можно отнести к человеческому страху за себя и за семью такое было в истории не раз но думаю что главное именно в сути и в духе московской патриархии она была образована сталином иберией то есть демонической силой адского зла и все кто не пободрствовал попадают под водительство этих жабьих духов откровения 1613 и видел я выходящих из уст дракона и из уст зверя из уст лжепророка трех духов нечистых подобных жабов вот что он писал не стыдясь молюсь за упокой души сталина 2002 год цитата старин мне кажется человеком который сумела владеть революционной стихией ведь революция стремительно надвигалась и ее ничем нельзя было остановить но какая должна быть гениальностью этого человека который сумел ею овладеть и дать ей правильное направление и мы в дни перестройки видим что оставшиеся коммунисты многие настоящие патриоты и близкие православию а некоторые стали и православными чего стоит выражение зюганова россию из кризиса можно вывести только путем православия западная мамуна неприемлемо как для православных так и для коммунистов также и нашествие всяких сект силу всего этого он уже должен быть верующим человеком но по порядку как я об этом думаю я неожиданно и непонятно для себя стал к нему относиться уважительно я ведь как и все на него смотрел критически так получилось что я к нему повернулся такой стороной не могу объяснить себе у меня нет веских доводов что есть сразу могу разлить у меня нет веских доводов а что есть сразу могу разлететься от чьих-то более сильных у меня нет веских доводов а что есть сразу могут разлететься от чьих-то более Но вот я к Сталину отношусь хорошо, даже молюсь за упокой его души. Правда, иногда что-то тревожит. Можно ли? Ведь он числился в безбожниках. Но не останавливаюсь на этой мысли и продолжаю молиться за упокой его души. Я молюсь из-за чекистов, ведь это его детище. И они сейчас, хотя и есть среди них предатели, оберегают страну от окончательного развала. Например, президент Путин. Маршал Васильевский говорил определенно, Сталин верующий человек. Рассказывают такой случай. Сталин спросил у него, а как твой отец? Он что-то ответил, не моих взглядов вроде мракобес. Сталин сказал, родителей не надо забывать. После такого разговора его отец стал получать помощь. И когда сын встретился с отцом, тот решил, что он помогал ему и стал благодарить. А Васильевский сделал предположение, что помощь отцу посылал сам Сталин от его имени, ибо он сам все-таки боялся посылать. Сталин – неразгаданная личность, притом гениальная. У него ничего случайного нет, даже культ личности не случайен, ибо этим он хотел заменить до времени понятие Бога. Сам же славы он не любил. Он защищал людей, но так незаметно. Шолохова спас от смерти, да и многих других. Это должно раскрыться. Мы забываем, что он создал крепкое государство, а это большая защита людей. Вот сейчас нет крепкого государства, и как все мучаются. Так что Сталина еще придется разгадывать и разгадывать. И наше это доброе предположение какая-то капля в разгадке. Был ли он революционером, даже коммунистом, можно поставить под вопросом. Солохин пишет, что он последние пять лет просто подписывался и Сталин. Он обладал большой скромностью и был бессеребренником. После смерти у него не нашли средств даже на похороны. Знаю, что эти мои предположения могут не понравиться, но здесь нет никаких задних целей. Тем более, что я при Стале не сидел. Кстати, даже в лагере была забота о человеке. Законную пайку всегда выдавали. При современных картинках даже зарплату не выдают. При современных критиканах даже зарплату не выдают. Есть о чем подумать. Не случайно Сталин учился в духовной семинарии. Он из семьи верующих. Мать его, которую он всегда навещал, никогда не теряла веры. Значит и он поступал в семинарию по убеждению. Но видимо жизнь верующих толкнула его примкнуть к революционерам в поисках правды. Из дневника Рот 1922 года, из книги «Перестройка или квадратный корень числа. Москва. Форум». Как я заметил, у нас в России подвергаются осуждению те, кто имеет государственное направление. Государственность причисляется к какому-то пороку, преступлению. Так осудили государственника Ивана Грозного, расширившего границы России, обвинив его в жестокости. Хотя стоило бы задуматься, мог ли молиться за всех казненных жестокий человек. Не есть ли здесь акт любви. Как это ни странно, за многие годы за Ивана Грозного подали голос только Сталин и в наше время митрополит Иоанн Санкт-Петербургский. Также осудили святого Иосифа Володского, победившего ересь жидовствующих и, может быть, надолго удержавшего духовный разброд России. Он тоже в лице судей оказался жестоким, хотя был добрейшей души человек. Теперь вот настало время реабилитировать Сталина. Впрочем, не его только, но само понятие государственности. Сегодня мы сами воочию можем увидеть, какое преступление есть без государственности, какое благо государственности. Как ни кричат, что в советское время много погибло в лагерях, Но сколько гибнет сейчас без суда и следствия, безнаказанно, безвестно, ни в какое сравнение не идет та гибель. Ведь ограбленный и обманутый народ теперь вздыхает. Был бы Сталин, не было бы такой разрухи. Но это реабилитация, так сказать, с человеческой точки зрения, а мне предстоит с духовной, поскольку я священник. Начну сразу с вопроса. Скажите, пожалуйста, когда было больше обездоленных, заключенных, пусть и не в тюрьмы, Когда преступность и безвранственность имела такую свободу на улицах и на телевидении, в печати и без печати? Когда еще в какие времена весь народ, за исключением немногих, сидел на голодном пайке? Когда и какие правители с таким цинизмом, как теперь, разрушали собственную экономику в угоду более сильному соседу? Но как все это, что я говорю, сообразовать с христианскими понятиями, спросят у меня. Христианство, что ли, атеизмом поддерживается? Христианство, что ли, атеизмом поддерживается? Ведь при сталинском деспотизме все было опутано атеизмом. Атеизм был везде и всюду. Но, видимо, не случайно философ Н. Бердяев говорил, «Атеизм – это дверь к Богу с черного хода». И мы сейчас видим, как многие атеисты стали по-настоящему верующими. Я никогда не забуду, как один высокопоставленный атеист-коммунист мне сказал, что хотя он и коммунист-атеист, но воспитан на православной традиции. Да, как не покажется странным, но в русском атеизме, социализме есть и православная традиция, поэтому коммунистическое движение в России вписывается в русскую историю. Это часть нашей истории, которой не вычеркнуть. А вот будет ли сегодняшняя демократия частью нашей истории, хотя бы потому, что она, не посоветовавшись с Западом, ничего не предпринимает? Это чуждое явление для России. Сталин был деспот, да, но он был ближе к Богу. Хотя бы потому, что атеизм – дверь с черного хода. Демократы, как не объявляют себя верующими, они верующие только в золотого тельца, в бизнес, в мамону. А в Евангелии прямо сказано, «Не можете служить одновременно Богу и мамоне». Теперь я хочу припомнить, как наши патриархи, особенно Сергий и Алексий, называли Сталина «богодатным вождем». К ним присоединялись и другие, допустим, такие, как крупные ученые и богослов архиепископ Лука, воина Ясенецкий. Кстати, сидевший при Сталине. Но это не помешало ему назвать Сталина «богодатным». Богоданным. Да, Сталин нам дан Богом. Он создал такую державу, которую сколько ни разваливают, а не могут до конца развалить. И поверженные ее боятся хваленые капиталистические страны. И то, над чем смеялись постоянно, вставил, мол, решетку. Мол, царь Петр прорубил окно в Европу, а Сталин закрыл ее. Значит, правильно сделал. Мы далеки от мысли, чтобы не сообщаться с Западом. При нем мы не видели такого морального разложения, такой преступности, которую видим сейчас, когда выбросили эту решетку. Как негодько сказать, но решетка на Запад нам необходима. Это благо для России. Она помогает нам видеть неповторимость, самобытность России, как святой Руси, богоносной страны, если хотите, Третьего Рима в лучшем смысле этого слова. А четвертому не бывать. Это тоже верно. Есть у Сталина такое выражение. Прошлое принадлежит Богу. Богу с большой буквы. Как это понимать? Прошедшее устарелое или прошлое, вся наша земная жизнь настоящая, ведь только в иных мирах. А я думаю, даже так. Под прошлым можно понимать то, что предоставить можно только для суда Божьего. Божьего. Бог только все может рассудить правильно. Мне отмещение и азвозда. Наш суд – это просто суд человеческий. Это в лучшем смысле слова. А вообще наш суд субъективный, эгоистический, только для себя. Так что, если с божеской точки посмотреть на Сталина, то это в самом деле был особый человек, Богом данный, Богом хранимый. Об этом свидетельствуют даже его противники. Давайте, наконец, хотя бы разберемся вот в чем. Если бы победил Троцкий с его перманентной революцией, мы бы уже давно оказались на самом деле, а не по названию, как при Сталине, винтиками. Все бы были трудовой армией для каких-то темных сил. Но именно Сталин доказал практически, что социализм можно построить в одной стране. И сохранил Россию. Да, Сталин сохранил Россию. Показал, что она значит для всего мира. В этом нам предстоит еще разобраться. Поэтому я, как православный, христианин и русский патриот, низко кланяюсь Сталину. Чур перекрестись! Да, я это слышу, кому кланяешься. Мол, не антихристу ли? А вот вам я задам вопрос. Антихрист придет от атеистов или верующих? В том-то и дело, что от верующих на Библии будет клясться. Поэтому я утверждаю, как по Евангелию. Один сказал «пойду» и не пошел. Другой сказал «не пойду» и пошел. Сталин с внешней стороны атеист. Но на самом деле он верующий человек. Это можно было бы показать на фактах, если бы не рамки нашей статьи. Не случайно в русской православной церкви ему пропели, когда он умер, даже в вечную память, как случайно не могло произойти в самое... Так случайно не могло произойти в самое, в кавычках, безбожное время. Не случайно он и учился в духовной семинарии, хотя и потерял там веру, но чтобы по-настоящему ее приобрести. А мы этого не понимаем. Но самое главное все-таки, что Сталин по-отечески заботился о России. И поэтому Сталин, по крайней мере для меня, законным образом стоит рядом с Суворовым. Священник Дмитрий Дудко, Правда.ру, 11 ноября 2002 года. Деяние 12.21.24 В назначенный день Ирод, одевшись в царскую одежду, сел на возвышенном месте и говорил к ним. А народ восклицал, «Это голос Бога, а не человека». Но вдруг ангел Господень поразил его за то, что он не воздал славы Богу, и он был изъеден червями, умер. Слово же Божие росло и распространялось. Римлянам 1.32 Они знают праведный суд Божий, что делающие так дела достойны смерти. Однако не только их делают, но и делающих одобряют. Откровение 9.19 Ибо сила коней заключалась во рту их, и в хвостах их, а хвосты их были подобны змеям, и имели головы, и ими они вредили. Сирахова 10.15 Не одобряй того, что одобряют нечестивые. Помни, что они до самого ада не исправятся. Галатам 2.18 Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником. Брат Аарон, Зачем на поводу У прихоти и прихвостни быка пошел? Ты мог Навек засесть в аду, Поджаривать свой зад, Свои бока? Ты, архипасты, Сергию не друг, Как мог закваситься Тогда его закваской? Пробил пробоину И затопил свой струк, Погряз старообрядческую ряску. Ссылался на народ, Исчезновенье брата, И вылил иудеям Навекательца, Пойдет резня, Неистовая драка, Заварит чай Из золота пыльца. Брат Аарон, На патриарший трон, Под именем Христа, Под желтой ризой, С пятиконечной звездой Под твой уклон, Кадильницы, Гремящие на тризнах. Голени, Перебитые в колени, В ливийном, Под византийской кущей, Их подопрет К ногтю товарищ Ленин, Так повелел им Иегова сущий. Соблазном Аарона Нет числа, Канонизируют и мощи От сожженных, Чужим огнем сынов Сожгут дотла, Сгорят их отроки И так же жены. О, Аарон, Под маркой Чернецов, Твои идеи Авы умножают, Удел украденный Скрывают на засов, Про их таланты Может, Бог не знает. Привыкшие иметь С быками дело, Пластать баранов На козле Их грех, В новозаветном Как они посмели Все приспособить Для своих утех. Покайся, Аарон, Со всех сторон, Кидары, Куколь, Смитрую сложите, Вновь неизбывный Вам нести урон, Зрим плевелы В амбарах, Не золотое жито. 8 апреля 2006 год Игнатий Лапкин Игнатий Лапкин Игнатий Лапкин